Последние штрихи и пляж Нижняя Заречья официально готов к открытию. Комиссия проверила сегодня наличие оборудования для спасения людей на воде и отметила полную готовность. Правда, купаться здесь будет разрешено после лабораторных исследований проб воды. Иначе есть риск подцепить кишечную палочку. Результаты станут известны к 31 мая. Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, городские спасатели будут проводить практические занятия по обучению о замплавания на официальных пляжах, а их в Казани 4. Кроме того, желающих они научат оказывать первую помощь утопающим. Так, например, в прошлом году этим навыкам научились около 400 детей. Все лето на протяжении купального сезона на пляжах с 9 утра до 8 вечера будут дежурить по 4 спасателя и по одному медработнику. Спасательные посты расставят и в местах массового отдыха, а именно на озерах Лебяжья, Изумрудной и в парке Победы. Там купание не рекомендуется, но все же безопасность спасателями будет обеспечена. К счастью, благодаря спасателям, уже много лет на официальных пляжах, где выставлены спасательные посты, несчастных случаев нет. То есть, если человек даже начинает тонуть или что-то с ним происходит, спасатели спасают его, оказывают первую помощь. В прошлом году удалось спасти 17 казанцев. Первую помощь бригады спасателей оказали более 300 отдыхающим. Открытие купального сезона состоится 1 июня. Вот только смогут ли горожане окунуться в воду, будет зависеть от погоды. По предварительному прогнозу, на неделю Росгидрометцентр обещает лишь два теплых дня, 1 и 2 июня, с вероятностью дождей на выходные и прохладой. В июне ожидается около нормы и по осадкам и температуре, а вот июль выше нормы по температуре и около нормы по осадкам. В прошлом году средняя температура воздуха в июне держалась на уровне 16 градусов тепла. Как будет этим летом, синоптики точно сказать не могут. Погода периодически выдает сюрпризы.